В наших прошлых выпусках мы уже рассказывали о стартовавшем на востоке Украины референдуме о вхождении части этих территорий в состав России. Сегодня предпоследний день проведения плебисцита и уже можно говорить о предварительных его итогах. Наши коллеги-журналисты из Запорожья рассказывают, как проходит голосование в Бердянске и его окрестностях. Члены избирательной комиссии сами приходят на дом к жителям территории, участвующих в выборах. А мы также напоминаем, что голосование идет и в регионах России, в том числе в Тверской области. Здесь находится около 3000 жителей голосующих территорий. Голоса этих граждан также будут суммироваться в общем подсчете. Всего за пределами Запорожской области находится около 32 тысяч избирателей. Голосование продлится еще 26 и 27 сентября. 27, в заключительный день референдума, на территориях откроются избирательные участки. Пока же члены избиркома продолжают по квартирный обход. В городе Бердянске, как рассказали наши коллеги, работает даже передвижной избирательный участок на колесах. Таким образом удалось обеспечить среднюю явку 51,5%. Около половины жителей Бердянской района поучаствовали в выборах. И вот, что они рассказали нашим коллегам. Праздник. Ждали как Бога. Честный слух. Ваш выбор продиктован чем? Ну я же говорю, что надоела вот эта американская власть. Надоела. Можем теперь с ответственностью сказать, что голосующих за Россию будет больше. Я, россиянка, придумал наш президент тот украинский. Рассоединил нас. В референдуме хочется лучшей жизни. Надоела это безвластие. Надоела эта вся неправильность в нашей стране. Мы вообще, по сути, это все русские.